Доброе утро! Сегодня у нас хороший день и давайте мы начнем его с библейского совета. Одной из самых важных сфер служения Иисуса Христа было общение с окружающими. Он встречался с самыми разными людьми – блудницами, мытарями, солдатами, рыбаками, пастухами, земледельцами и, конечно же, представителями религиозной элиты того времени. Однажды один из законников сказал Иисусу, «Ты хорошо учишь, когда говоришь, возлюби ближнего своего, как самого себя, но кто мой ближний?» Часто Иисус отвечал людям притчами. Этому человеку Христос рассказал притчу о добром самарянине. Однажды один человек шел из Иерусалима в Ерихон. На него напали бандиты, избили и бросили умирать на обочине. Мимо проходил священник. Священник – это человек, который по закону не должен даже прикасаться ни к чему нечистым. Лежащий в крови на обочине человек не входил в планы священника, поэтому он прошел мимо. За ним шел Левит. Левит – это тот, кто поет в храме. Он также был настолько святым и занятым, что ему не было дела до тех, кто лежит в грязи. Затем по этой дороге шел самарянин. Самаряне – это были люди, которых евреи считали нечистыми. Но именно этот человек, проходя мимо, увидел лежащего в пыли несчастного и помог ему. Иисус сказал, ближним является не тот, кто занимает религиозную позицию, а тот, кто может оказать помощь. Самарянин, сжалившись над несчастным, омыл ему раны, помазал их маслом, посадил на своего осла, привез в гостиницу, позаботился о его отдыхе и оплатил все расходы. Окончив притчу, Иисус сказал законнику, поступай так же. Давайте и мы в этот день примем решение. Я буду благословением и выходом из проблем для всех моих ближних. Спасибо, что в это утро вы были с нами. Встретимся завтра. И помните, милость Божья обновляется над нами каждое утро.